МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудные подростки. За какие правонарушения несовершеннолетний может попасть в поле зрения сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних и может ли такой факт доставить неприятности в будущем? Каждому по 150. Каков порядок оплаты потребленной электроэнергии, если в квартире проживают несколько собственников или нанимателей? Здравствуйте! В эфире Солигорского телевизионного канала программа «Закон и право». Каждый вторник мы знакомим вас с правовыми новостями, помогаем разобраться в юридических нюансах и ищем ответы на ваши вопросы. Начнем с новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Определены задачи социально-экономического развития Беларуси на 2019 год. В соответствии с подписанным президентом Беларуси указом номер 483 о задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год, целью социально-экономического развития является обеспечение превышающего среднемировой уровень экономического роста Беларуси и соответствующее повышение уровня благосостояния беларуского народа. Документом определены ключевые показатели эффективности работы правительства страны на 2019 год. Темп роста волового внутреннего продукта 104%, экспорта товаров и услуг 105,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения 103,4%. Для Национального банка определен как ключевой индикатор параметр по инфляции, не превышающий по итогам 2019-го порога 5%. Размер минимальной заработной платы повышается с 1 января 2019 года до 330 белорусских рублей. Минимальная заработная плата применяется нанимателям как низшая граница оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства. Минимальная заработная плата при этом применяется с учетом отработанного рабочего времени. С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составлял 305 белорусских рублей. Постановлением Совмена расширен перечень категорий граждан, которых не будут включать в базу данных, не занятых в экономике. В перечень, в частности, включены собственники имущества, учредители, участники коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ, жены и мужья молодых рабочих служащих, которые приступили к работе по распределению или направлению в местности, где в это время трудно найти работу. Граждане, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств, кроме тех, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ, жены и мужья дипломатов, находящиеся за границей, некоторые граждане предпенсионного возраста, родители, если ребенку исполнилось 7 лет в полугодии, за которое формируется база данных. Пожалуй, каждому подростку известна аббревиатура ИДН. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних встречаются с ребятами в школах, в оздоровительных лагерях, проводят беседы и встречи. Однако общение с инспекторами может быть и не столь приятным, если речь идет о совершении правонарушения и тем более преступления. Нарушителей берут на контроль, раньше это называли постановкой на учет, сейчас формулировка более мягкая – проведение индивидуальной профилактической работы. Но суть не меняется. Оступившегося подростка берут на контроль и стараются помочь ему в дальнейшем избежать совершения правонарушений. Как обстоят дела с подростковой преступностью в Солигорске? За что и с какого возраста несовершеннолетний может оказаться в поле зрения сотрудников ИДН? Может ли такой факт доставить неприятности в будущем? Эти и другие вопросы мы сегодня зададим начальнику инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максиму Сосукевичу. Здравствуйте, Максим Александрович. Добрый день. На каком основании и с какого возраста несовершеннолетние могут оказаться в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних? Основанием проведения индивидуальной профилактической работы является постановление комиссии по делам несовершеннолетних, приговор суда, либо заявление самого несовершеннолетнего о его родителе, попекунов, либо по опечителю самого несовершеннолетнего об оказании помощи по вопросам, связанным с компетенцией, В частности, органы внутренних дел. Основной возраст, с которого сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу, это 10 лет. Он связан в первую очередь с тем, что вот этот год, на основании которого проводится индивидуальная профработа, он дается на реабилитацию своего несовершеннолетнего, на вести законопослушный образ жизни, чтобы к 11-летнему возрасту, а это возраст, который направляется несовершеннолетнее специально учебно-воспитательное, либо лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа, мягко говоря, не допустить этого. И вот та профилактическая работа, которая будет проводиться на протяжении года, она принесла положительные результаты. За какие проступки с подростком будет вестись обязательная профилактическая работа? В первую очередь, индивидуальная профилактическая работа проводится с сотрудниками милиции в отношении безнадзорных, несовершеннолетних, беспризорных, несовершеннолетних, которые совершили административное правонарушение и были привлечены к административной ответственности, органам, ведущие административный процесс. Также в отношении несовершеннолетних, которые совершили административное правонарушение, либо уголовное преступление, но на момент совершения деяния они не достигли возраста наступления либо административной ответственности, либо уголовной. А это общий возраст, это 16 лет. Также в отношении осуженных несовершеннолетних, несовершеннолетних, которые вернулись из воспитательных колоний, из арестных домов, либо несовершеннолетних, которые вернулись из учебно-воспитательных, либо лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Это основная категория подростков, в отношении которой проводятся индивидуальные меры профилактики. Если взять наших несовершеннолетних, именно проживающих на территории города Сарегорска и Сарегорска района, ну естественно, основная категория детей – это дети, употребляющие спиртные напитки. Если взять 11 месяцев текущего года, 2018-го, то у нас в отношении 80 подростков проводятся индивидуальные меры профилактики именно по части распития ими спиртными напитками, либо появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении одного подростка проводятся индивидуальные меры профилактики по факту потребления им наркотических веществ и в отношении трех, которые потребляли токсические вещества. Также у нас есть и иные правонарушения, совершенные несовершеннолетними. Это в части мелкие хищения, мелкое хулиганство, управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, есть и такое. Также в отношении несовершеннолетних, которые управляют транспортными средствами, не имея права управления данными транспортными средствами. Также у нас есть подросток один, вернувшийся из воспитательной колонии города Бобруйска. Есть у нас два несовершеннолетних, которые вернулись из воспитательного учреждения закрытого типа, которые ранее были туда направлены по решению суда Солигорского района. В общем, категории у нас различные детей. А есть ли правонарушения, которые совершаются подростками в сети интернет? К сожалению, вынужден констатировать, что есть у нас такая проблема с нынешней молодежью. Потому что уже все отметили, что в основном они живут в социальных сетях. Самая распространенная – это популярная сеть ВКонтакте. В связи с чем и группа ВКонтакте была создана инспекция по делам несовершеннолетних. Что касается детей, есть у нас, было рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних два факта, где подросток один достиг возраста, второй не достиг возраста, наступление административной ответственности, в части распространения публичной демонстрации нацистской символики и свастики. Сознательно, абсолютно сознательно. Одному 16, второму 15 лет было абсолютно. Причем с хорошей семьей оба парня, хорошая характеристика достаточно, высокий, средний балл. Намеренно все было размещено. Если у одного парня это был единичный случай, то у второго старший брат оказал влияние. А мама немножко упустила этот вопрос, потому что родители часто, им тяжело в социальных сетях быть как несовершеннолетним. Потому что несовершеннолетние, они как рыба в воде в социальных сетях, в интернете. А люди уже старшего возраста, им уже тяжело в данный момент, им проще общаться вживую. Как правило, несовершеннолетние, которые рассматриваются впервые на комиссии по делам несовершеннолетних, как правило, предупреждение. В течение года подросток, нарушивший закон, находится под наблюдением, как с ним работают инспекторы. В случае привлечения к административной ответственности самого несовершеннолетнего, либо его родителей, либо законных представителей, в первую очередь проводится профилактическая беседа при разбирательстве за совершенный проступок. В дальнейшем материал проверки направляется, либо протокол административного правонарушения направляется для рассмотрения и принятия мировоззействия к подростку, либо его законным представителям на комиссию по делам несовершеннолетних в Солигорский райисполком. По факту рассмотрения вносится постановление. Там также комиссия, это коллегиальный орган, и Солигорская центральная районная больница. И детский врач-нарколог, и детский врач-нарколог-психиатр, а также представители учреждений образования, органы прокуратуры, милиции, МЧС, социально-педагогические центры. В общем, это большое представительство. Проводят также профилактическую работу на самой комиссии по делам несовершеннолетних в части, проведение профилактической работы. Принятие мер реагирования по наказанию, это либо предупреждение, либо штраф. Это также сама профработа. В дальнейшем, после получения постановления комиссии по несовершеннолетних, либо приговора суда, подросток вместе с родителями является в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мы предупреждаем административные, об уголовной ответственности. Также есть категории несовершеннолетних, которые осуждены к мирам наказания, не связанным к лишению свободы, при явке в Солигорске РОВД на обязательную регистрацию по приговору суда. Они всегда являются ко мне, как начальнику подразделения. Я им в том числе показываю различные профилактические фильмы по правилам дорожного движения. Также у нас есть фильмы профилактические по осуждению несовершеннолетних к лишению свободы в 2016 году, связанные с оборотом наркотиков. Нередко можно услышать мнение, что одной из причин асоциального поведения подростков является то, что растут они в неблагополучных семьях. Подтверждает ли это статистика? Что касается детей, в отношении которых проводится профилактика со стороны инспекции, у нас их 150 и у нас только 14 человек, которые в отношении признаны были в социально опасном положении. У нас большинство семей обычные, есть и благополучные семьи. Если взять как пример, в 2017 году из благополучной семьи подросток, учащийся районной школы, сам житель города Солигорска, совершил 7 преступлений, связанные с хищениями имущества. Это либо хищение из автомобилей, либо хищение личного имущества. Хотя родители – благополучная семья, полная благополучная семья. Даже несмотря к примеру, продолжение данного подростка темы, после уже ознакомления его с приговором суда, смененными ему обязанностями по приговору суда, он в дальнейшем поехал на территорию Любинского района, во время купания совершил снова кражу мобильного телефона у гражданки Российской Федерации. На данный момент подросток осужен к лишению свободы. Вы упомянули, что основанием для индивидуальной профилактической работы может стать заявление родителей. Бывают и такие факты, когда к вам обращаются родители, которые не могут повлиять на своего ребенка? Есть факты, но они единичные. Там, где действительно дети, даже в стульюном возрасте, где-то мама упустила уже… Естественно, это ранее необходимо было проводить с ними профилактическую работу со стороны родителей, либо педагогического коллектива учреждения образования. И уже даже есть у нас случаи, когда в 12-летнем возрасте подросток полностью вышел из-под контроля мамы и отца. То есть помощь вы можете оказать, если к вам обратятся родители? Лично я, как и сотрудник инспекции поляночных летних, оставляем свои координаты. Как в частности, оставляю сюда свой личный номер. Мне родители не стесняют, звонят, обращаются люди. У нас есть группа ВКонтакте в социальных сетях, называется ИДН. Инспекция поляночных летних расшифровывается с Олигорского РОВД. Где также люди обращаются, задают интересующие вопросы. Ну, в том числе, есть рабочий номер телефона. Телефон мы открыты для всех. Максим Александрович, если подросток попал в поле зрения сотрудников ИДН, скажется ли это в дальнейшем на его учебе, работе? В первую очередь, это зависит от самого подростка. Ведь у нас есть категории детей, которые совершили единичные случаи, к примеру, распитие спиртных напитков. И в дальнейшем они к грани не приступали. Но есть же у нас и категории несовершеннолетних, которые как два, как три раза уже привлекались к административной ответственности. Если, к примеру, на данный момент, вот у нас 80 детей, в отношении которых проводятся индивидуальные профилактики по факту распития спиртного. Но есть же у нас определенные части, где повторно, где они уже становятся на профилактический учет уже к врачу-наркологу. Конечно, для них это будут влиять определенные последствия. Особенно тех парней, которые проходят обучение водительскому делу, на получение водительского удостоверения, при прохождении медицинской комиссии, в дальнейшем учреждения образования на поступление. В том числе и службы в армии. Вынужден констатировать, что у нас комиссии по делам несовершеннолетних совместно проводятся. Приняты программы по реабилитации некоторых несовершеннолетних, которые уже неоднократно привлекались к административной ответственности. Вот эта вот грань, где они совершают еще одно правонарушение и будет рассмотрен вопрос о дальнейшем возможном направлении специального учреждения закрытого типа. У нас есть и такие несовершеннолетние. А как выглядит статистика подростковых правонарушений и преступлений в Солигорском районе? По итогам 11 месяцев текущего года несовершеннолетним было совершено 26 преступлений, из которых 12 – это кража, 2 – было совершено грабежа. Три – угона авто-мототранспорта, одно – уничтожение имущества государственного путем поджога, вообще опасным способом. Одно преступление было совершено несовершеннолетним, связанным с распространением наркотиков. Пять – было совершено хулиганством. И два – преступления, связанные с уклонением отбывания наказания в виде ограничения свободы. У нас в этом году 4 несовершеннолетних осуждены к лишению свободы. Что касается административных правонарушений, всего было задокументировано по линии инспекции по делам несовершеннолетних. 590 административных протоколов составлено, из которых за распитие спирт-напитков в отношении несовершеннолетних, это достигших возраста наступления административной ответственности – 54, а не достигших до 16-летнего возраста в отношениях родителей – 30. Также у нас в этом году было составлено 5 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, которые находились в состоянии вызова потребления психотропных веществ в общественных местах. 118 в отношении родителей, либо законных представителей в части нахождения несовершеннолетних бесконтрольны в ночное время после 23.00 часов вне жилища. Максим Александрович, что можно посоветовать родителям, как не упустить ребенка? Хотелось бы пожелать родителям, чтобы они воспитанием детей, а воспитание – это процесс длительный, и воспитанием они занимались уже с самого раннего детства. И когда, как в этот случай, уже был приведен, что в 12 лет уже поздно, вот поэтому с раннего детства занимаемся воспитанием, чтобы родители знали дружеские связи подростка, постоянно общались с классным руководителем, с педагогом социальных учреждений образования, с администрацией школы, либо колледжа, если взять учреждения наши, Солигорские. Если есть необходимая какая-то правовая помощь, обращались в инспекцию подзамочных летних, не стесняясь. У нас также работает, всегда двери открыты в Солигорском психоневрологическом диспансере. И врач-нарколог Богданович Галина Федоровна, она еще никому не отказывала в оказании специализированной помощи. Вот, конечно, контроль в вечернее время, досуговая занятость несовершеннолетних после уроков, особенно каникулярное время, так у нас вечернее и каникулярное время всегда совершается, наибольшее количество правонарушений и преступлений. Ну и самое основное, когда у нас летнее время, это длительное время, целых три месяца, где дети попросту отданы сами себе. Спасибо. О том, как несовершеннолетний может оказаться в поле зрения сотрудников ИДН, и что такое индивидуальная профилактическая работа, нам рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич. Следующий вопрос поступил от солигорчанки Марины. Каков порядок оплаты потребленной электроэнергии, если в квартире проживают несколько собственников или нанимателей? Ответить мы попросили инженера абонентского отдела Солигорского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» Татьяны Белицкую. Законодательством этот вопрос урегулирован в постановлении 571. В это постановление внесены изменения в 2016 году. И наш пункт 44, что касается оплаты электроэнергии, дополнен таким абзацем. В случае проживания в одной квартире нескольких собственников или нанимателей порядок взимания оплаты за электроэнергию применяется каждому собственнику. В этом случае должны быть разделены лицевые счета абонентов. Применяем к этому жилому помещению такой порядок расчетов. То есть каждому абоненту применяется объем. То есть если у нас оплата идет до 150 кВт-часов и выше, то есть каждому абоненту мы этот объем предоставляем. Если больше до 250 и выше, то то же самое. Мы такой каждому абоненту. При этом их какие-то между собой споры энергоснабжающая организация не решает, к сожалению, потому что есть места общего пользования. И, к сожалению, бывает так, что не могут между собой жильцы договориться. То же касается не только собственников, но и нанимателей. При этом собственники раздельных этих лицевых счетов не должны быть членами одной семьи. Это тоже как бы важно. Потому что бывает, что разделены лицевые счета. Ну, допустим, у мужа одна часть, у супруги вторая часть. В этом случае нет. И мы так предполагаем, что даже не все знают, что такой порядок расчетов к ним применяется. Потому что они разделены. Мы списочки отработали. И люди, ну, объем электроэнергии не такой у них великий. Они даже не замечают, что они платят вот с каким-то таким бонусом. Татьяна Анатольевна, куда нужно обращаться, чтобы разделить лицевые счета? Сразу в БТИ разделить лицевые счета. Если это частный дом, там сделать, наверное, как-то это проще. Потому что можно и перепланировку дома сделать, и сделать раздельный вход. И можно спокойно каждому разделить лицевые счета в БТИ. Ну, плюс у нас разделить то же самое лицевые счета. Если это квартира, то это будут разделенные лицевые счета и места общего пользования. Тогда будет порядок расчета вот такой. Каждому будет применяться отдельный объем. Спасибо. О том, как оплачивать потребленную электроэнергию, если в квартире проживают несколько собственников или нанимателей, нам рассказала инженер Солигорского отделения филиала «Энергосбыт» Татьяна Белицкая. Вы смотрели программу «Закон и право». Ваш вопрос также может стать темой нашей программы. Звоните 210965. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok